Во всех образовательных учреждениях Волгограда сегодня была объявлена минута молчания в память о погибших в теракте студентах ровно в 14.05. Это время, когда произошел взрыв в салоне автобуса. В училище номер 26 Кировского района города вспоминали сразу двух молодых людей – 16-летнего Максима Литкова и 18-летнего Кирилла Литвиненко. Их фамилии стояли рядом в классном журнале, как и в списке погибших в теракте – Литвиненко Кирилл и Литков Максим. Одному всего 18, другому только 16. Как только о трагедии объявили в училище 26, веселая студенческая жизнь здесь остановилась. Вчера у нас весь день даже на переменах была тишина. Дети всех абсолютно груб разговаривали в полголос. Такой тишины у нас не было никогда. Тяжелые безмолвия и на занятиях. Преподаватели плачут украдкой, студенты с трудом подбирают слова. Максим и Кирилл учились на машинистах технологических насосов. На тонкостях профессии их одногруппникам теперь трудно сосредоточиться. Вчера были, сегодня нет вообще. Страшно ездить вообще в автобусах, маршрутках. Очень сложно учиться, потому что, ну, в такой, я не знаю, не могу. Максим Литков и Кирилл Литвиненко дружили в основном друг с другом, но были приветливыми со всеми. Занимались в тренажерном зале, не пили, не курили, просто жили. Плохо чувствую, что ушли эти ребята. Были нормальные ребята, спортом занимались, общались со всеми. Добрые, веселые. Мама Литвиненко и Литкова воспитывали их в одиночку. И для каждой это единственный сын. Как раз в этом году 16-летний Максим всерьез взялся за учебу. У него появилась цель – позже учиться в Москве и добиться успеха. Максим очень хорошо изучал английский язык. Планировал большое будущее. Обещал, что я через 10 лет его увижу по телевизору, когда он будет знаменитым бизнесменом. Ребята хотели даже заняться совместным делом – выращивать огурцы в теплице на даче Кирилла. Они жили рядом и многое делали сообща. А в тот понедельник, когда смертница взорвала бомбу, они вместе возвращались домой после учебы. Их похоронят в четверг, 24 октября, рядом друг с другом.